Пойдёшь сегодня на танцы? Да, наверное. Она сделала небольшую паузу. А ты? Не знаю ещё. Хотя идти мне совершенно не хотелось. Я и в школе не любил дискотеки, а уж в более сознательном возрасте. А почему? Что почему? Мои мысли всё ещё кружились далеко в школьных временах. Почему не хочешь идти? Я же не сказал, что не хочу. Ну ладно тогда. Если, конечно, ты меня приглашаешь. Лена покраснела и отвела взгляд. Ой, я не знаю насчёт. Извини, это была шутка. Я смутился. Наверное, не стоило так шутить. Хорошо. Безучастно произнесла она и уставилась к себе в тарелку, продолжая всё больше краснеть. И чего вообще мне эти танцы сдались, как будто говорить больше не о чем? Хотя, постойте, ведь и правда не о чем. А ты не знаешь, что Женя хотела? А? Ну, я когда в столовую зашёл, она, ну, что-то хотела от меня. Не знаю. Ясно. Разговор явно зашёл в тупик, и я постарался сделать вид, что полностью сосредоточен на еде. Лена закончила завтрак быстрее меня. Ладно, я пойду, увидимся. Да, пока. Я дожевывал сосиску, которая больше напоминала кусок витой пары. Интересно, есть у них здесь интернет? Откуда? Пионер за соседним столом заметил, что я разговариваю сам с собой. Покосился на меня, а я в ответ улыбнулся и помахал ему рукой. После такого дружелюбного приветствия он почему-то быстрыми шагами покинул столовую, даже не даёв завтрак. С едой покончено, самое время отправиться на поиски раскаток. Через некоторое время дорога вывела меня к медпункту. Там мне уж точно делать нечего. Хоть медсестра и показалась мне весьма доброжелательной, лучше держаться от неё подальше. Такая доброжелательность скорее пугает. Возможно, она что-то и знает, но я не решался вот так запросто взять и зайти в медпункт. Тем более, нет никакого повода. Даже самого малюсенького. Погружённый в свои мысли, я не заметил медсестру, стоявшую на крыльце. Привет, пионер. Она подошла ближе. Никак заболел, подлечиться пришёл. Да нет, я гулял просто. Понятно всё с тобой, прогульщик. Ну, раз пришёл, у меня для тебя есть ответственное поручение. Я вопросительно посмотрел на неё. От слова «поручение» мне стало не по себе. Уж слишком добровольно-принудительно оно прозвучало. Медсестра ехидно улыбалась. Вы мне поможете составить опись лекарств, которые сегодня привезли. Мы? Кто мы? Неужели она решила, что недостаточно вежливо со мной? Хотя, куда уж вежливее. Привет ещё раз. Из-за спины медсестры выглянула Лена. Странно, что я её не заметил. После ужина приходите сюда. Я Лене всё объяснила. Она тебе потом расскажет. Лекарства, значит. Привезли сегодня. Но, по словам Ольги Дмитриевны, автобуса не будет ещё несколько дней. Получается, сегодня кто-то приезжал в лагерь? Да, с утра из райцентра. А что? Нет, ничего. Просто... Вот ты славно, пионер. Значит, вечером после ужина сразу сюда. Может быть, я... Всё это время я совсем не замечал Лену. Действительно, её навыкам маскировки позавидовал бы и опытный спецназовец. Я и одна могла бы справиться. Странно. На обеде она казалась куда смелее. Там много, несколько коробок. Ты что? Тем более, пионер всегда готов. Так, пионер? Она взглянула на меня и как-то не по-доброму улыбнулась. Тратить весь вечер на подобную работу мне совсем не хотелось. Тем более, есть дела и поважнее. Но и отказываться вроде как неудобно. Хотя, не будь здесь Лены, я бы что-нибудь обязательно придумал. Вот и славно. Так и должен отвечать настоящий пионер. Даже после этих её слов я вряд ли стал больше соответствовать лозунгу, «Будь готов, всегда готов». Тогда можете идти. Я перевёл взгляд на Лену, которая всё так же смотрела себе под ноги. Наверное, за всё время, что она разглядывает Землю, можно неплохо изучить жизнь и повадки различных насекомых. Прибавить к этому, что Лена любит читать, и наверняка прочитала много книг по биологии, ботанике и так далее. Может, она хочет стать энтомологом? А куда ты дальше? Слова Лены отвлекли меня от этих непонятных мыслей. Мы уже давно просто стояли на площади, а мои размышления о жизни жуков – всего лишь повод отвлечься от неловкой ситуации. Впрочем, что здесь неловкого? Только ты не забудь, хорошо? Не забудь чего? Но как же вечером после ужина в медпункт? На её лице промелькнула тень недовольства. Да нет, не может такого быть. Конечно, конечно, сразу после ужина я весь в твоём распоряжении. Я спохватился, но было уже поздно. После этих слов Лена ещё больше проснила. Надо было как-то разрядить создавшееся напряжение. А почему медсестра именно тебя попросила? Не знаю. Я просто сидела на лавочке, читала книжку, а она подошла и… Как умно с её стороны обратиться к человеку, который точно не откажет. Ясно. Ладно, тогда после ужина. Хорошо. Я пойду тогда? Да, конечно. Она направилась куда-то в сторону кружков, а я ещё некоторое время просто стоял на площади. И что дальше? Я решил зайти ненадолго домой, чтобы забрать мобильник. Неизвестно, куда меня ещё сегодня занесёт, а время знать нужно всегда. Хотя, не проще ли завести часы? В обычный фоновый шум пионерлагеря закралась какая-то новая мелодия. Я прислушался. Похоже на электрогитару. Три повторяющихся аккорда, не более того. Однако эта мелодия казалась какой-то тёплой, словно пропущенной через ламповый усилитель. Хотя, откуда тут такая роскошь? Звуки доносились, очевидно, со стороны сцены. Интересно, кто бы это мог быть? И пусть тебе играет, мне сейчас не до этого. Я вернулся в домик вожатой. Ольга Дмитриевна вальяжно развалилась на кровати и читала книжку. Семён, а ты что здесь делаешь? Это мне бы стоило спросить. Да я забыл кое-что. Вот и вернулся. На линейку ты так и не пришёл. Да, извините. Ладно. Это всё равно не отменяет того, что ты сегодня должен заняться чем-нибудь полезным. Я и планировал только полезным для себя, а не для окружающих. Например. Можешь пойти на площадь помочь убираться. За главную там славя. Странно, пару минут назад на площади никого не было. Или зайти к ребятам в кибернетический кружок. Им там что-то нужно было. Опять отцы-основатели. Ну и наконец можешь помочь спортивному клубу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok